Чтобы создать подключение к базе данных, воспользуемся последними технологиями, раньше использовался MySQL функция для подключения, а мы сейчас будем использовать MySQL. Это более безопасная функция и считается, что она быстрее работает, особенно на новых версиях PHP. Но в этой версии 5.3.php, 5.3.5.4 MySQL функция тоже поддерживается. Итак, первое, что мы делаем, это создаем переменную. Благодаря этой переменной можно будет отследить, подключилась база данных или же вылезла какая-то ошибка. Дальше создаем новое подключение. Ставим New MySQL, а дальше прописываем данные, которые необходимы для подключения к базе данных. Обычно для локального сервера пишет Localhost, но на Денвере мы тестировали, каким образом лучше и быстрее работает сайт. И выяснилось, что лучше здесь поставить 127.001. Это только на Денвере. На хостинге лучше все-таки поставить Localhost, так как оно и есть. Дальше указываем имя пользователя, которое мы как раз только что создавали. У нас оно называлось Test. Дальше указываем пароль для подключения. Мы задавали 1, 2, 3, 4. И последнее, это сама база данных, наименование баз данных. У нас оно тоже называется Test. Чтобы было немного понятнее, откуда я взял эти данные, давайте еще раз вернемся к прошлой теме. И зайдем в Localhost. Здесь мы открывали третий пункт заведения новых баз данных и пользователей. И вот, получается, я ввожу сначала логин пользователя, вот это поле. Затем пароль ввожу. И потом имя базы данных. Вот эти параметры я и ввожу вот сюда. Дальше проверяем подключение к базе данных. Для этого прописываем вот такую строку. Это произошло от объектно-ориентированного программирования. И можем указать, что не удалось подключиться в этом случае. И указать причину, почему. Вот. В других случаях у нас подключение удалось. И еще что можно сделать, это переключить кодировку. На базе данных связать ее с UTF-8. С той кодировкой, которая у нас сейчас присутствует на сайте. Итак, если DBSET CHARSET UTF-8. Если вылезла ошибка, то тогда отображаем ошибку. А в других случаях у нас установится кодировка UTF-8. Вот. На этом все. Подключились к базе данных. Можно еще взять и вынести все эти строки в отдельный файл. Создаем новый файл. Пускай он будет называться connectdb.php. Здесь прописываем PHP и ниже указываем наши параметры для подключения к базе данных. А в файле index.php делаем include. Подключаемся лишь один раз. Давайте сейчас убедимся на сайте, что никаких ошибок не возникает. И у нас сайт успешно подключается к базе данных. Так, это можно закрыть. Открываем сайт .ru И видим, что у нас никаких проблем с подключением не возникло. Сайт открылся, но сейчас отображается просто пустая страница. Но подключение уже создано. И уже можно работать с базой данных.